В этом году исполняется 540 лет со дня представления святого Александра Шивенского. Преподобного особо почитают на русском севере, ведь он стал основателем монастыря, который в свою очередь положил начало для обустройства еще шести святых обителей. К торжествам в честь первого игумена готовится и в монастыре его имени. Надежда Калинина побывала в селе Погост Архангельской области. Ей слово. Глазка в этой коробке все оближет. Наместник монастыря игумен Феодосий знакомит нас с подзобным хозяйством. Здесь трудится каждый насельник обители, включая игумена. Братьей не так уж много, а значит ремонт, работы по огороду, уход с животными – все здесь распределено поровну. Монашеская жизнь вновь появилась здесь в самом начале 21 века. И, как вы видите, святая обитель нуждается в срочном восстановлении и нашей помощи. Еще в 60-е годы поднимался вопрос о реставрации монастыря. Тогда проект не осуществили, а значит время было упущено. И главный собор обители – Успенский, построенный в начале 18 века – сейчас в весьма плачевном состоянии. Если бы тогда вовремя приступить к реставрации, можно было бы сохранить его. И было бы где молиться не только братьям, но и приезжающим паломникам. Но на сегодняшний день, если паломники приезжают, как говорится, если человек хочет, то он ищет возможности. А вот если не хочет, ищет причины. Мы причин не находим, а ищем возможности. И когда прибывают паломники, мы чудесным образом здесь все умещаемся. Богослужения совершаются в надвратном Никольском храме. Изнутри его удалось восстановить. 3 мая этого года в обители будут отмечать торжество – 540 лет со дня представления первого игумена и основателя монастыря преподобного Александра Ошивенского. Предполагается, что его мощь находится на территории обители, но были скрыты монахами после революции. Но сам преподобный с нами, и я думаю, что если будет на то воля Божья и воля преподобного отца нашего Александра, то мы обретем их. Дело-то не в мощах. Дело в нашем отношении к преподобному, к церкви, к отечеству, к Богу. Работы ведутся и в монастырских корпусах. Для нужд святой обители даже организовали свою иконописную мастерскую. Также святой обитель будет рада тем, кто хочет потрудиться на благо монастыря и продолжить дело святого Александра Ошивенского. То есть мы стали ему соработником, сотрудником с ним. Неужели он нас оставит в своих молитвах? Нет, конечно. Наоборот, он будет молиться за нас, где бы мы ни были и где бы ни находились его святые мощи. А паломников ждут на молитву в Дни Великого Поста и на Светлой Седмице 3 мая, в День памяти святого Александра. Светлая 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 С Продолжение следует...